Более 50 осуждённых в камчатских колониях приняли участие в тотальном диктанте. Вместе со всей страной в субботу граждане, отбывающие наказание в учреждениях общего и строгого режимов и женской исправительной колонии, написали диктант по русскому языку. Текст читали сотрудники, которые имеют педагогическое образование. Участие во всероссийском тотальном диктанте я принимала ещё, обучаясь как в школе, так и в институте. Вообще, я считаю это мероприятие очень полезным, не только для граждан РФ, но и для осуждённых в частности, потому что если человек является осуждённым, это не значит, что он должен быть отрешён от какого-то развития, от образования. Такие мероприятия проводить нужно, как я считаю, не разу будут чаще. В роли диктора я принимала участие первый раз. Конечно, это не очень легко, как кажется на первый взгляд, потому что проверяется и интонация, и то, как быстро вы читаете, как правильно вы читаете. Поэтому ваши знания, я могу сказать, проверяются в том числе. Отметим, в настоящее время в колониях, которые принимают участие в акции, содержится более тысячи заключённых, 380 из которых имеют среднее профессиональное образование. 51 – высшее, и ещё 6 его получают, находясь в исправительном учреждении. А 183 человека осваивают школьную программу. В любом случае, это полезно, так как всё равно старые воспоминания школьные приходится вспоминать, и немножечко голова напрягается, и это очень полезно. В любом случае, нужно не забывать ручку, потому что в наше время в любом случае связано... Ну, по крайней мере, у меня клавиатура всегда, только ручка уже давно не пользовалась. Здесь приходится надо. Поэтому было полезно и очень интересно вспомнить школьную программу. Результаты тотального диктанта станут известны до конца октября.